Ландшафтный дизайн Часто ассоциируется с загородными виллами и дорогими отелями Еще цветы и зелень украшают гостевые маршруты в центре города Площадки около всяких администраций и ведомств И меньше всего это явление связано со школой Да и само понятие «школьный двор» — что-то из прошлого Но есть в наше время люди, способные разрушать стереотипы И противостоять серой действительности За примером далеко ходить не надо Нужно проехать несколько километров до соседнего Копейска Там живет Владимир Гинтер Депутат, предприниматель, общественный деятель Но мы его больше знаем как писателя и поэта А также большого любителя создавать ландшафтные дизайны Первая идея по благоустройству школьного двора Была реализована год назад в поселке Потанино В конкурсе ландшафтных проектов принимали участие ученики и их родители Позитивному примеру последовали и другие школы Мы наслышаны были о деятельности Владимира Оттовича Так как он несколько лет подряд работал с 24-й школой в нашем городе И также с его помощью была облагорожена территория этой школы Я там бывала, мне очень понравилось Ну и так совпало, что Владимир Оттович с этого года стал родителем нашей школы Он привел к нам в школу своего сына Поэтому он стал активным родителем, представителем родительской общественности И так как он неравнодушный человек И сил и энергии у него хватает не на один объект Вот он вышел с предложением в шестой школе Также реализовывать проекты по благоустройству территории Проекту-то было всего три месяца, четыре Вот если сравнивать школу до проекта Это апрель месяц, вот это пустырь какой-то, да Детей нет, никого нет А здесь два депутата У нас получилось такое, как такой симбиоз Дмитрий Сумин делает спортивные вещи, я делаю ландшафтные И мы оба сложили очень интересную картинку Сделали две волейбольные площадки совместно с ним Он сделал футбольные сетки такие натянув То есть на трех площадках столько детей Если раньше проезжаешь там один-два, да Сейчас три-четыре-пять команд Сейчас делаем горку Горка будет такая, не надо будет зимой много снега Мы земляные сделаем основы, да Туда останется только вот немного И горка будет такая, да, непростая То есть с одного места будут и ледянка, и лыжная Причем все это будет безопасно, будут перегородки И если год назад в Потанино были те, кто не сразу поверил в успех ландшафтного проекта То после удачной его реализации ленивых и скептиков уже не осталось Мы провели родительскую конференцию В Демиротович там выступил Активные родители выступили уже со своими предложениями некоторых проектов И нашло очень горячий отклик у родителей И родители начали говорить, что они могут делать, чем помочь Кто-то вырастить рассаду, кто-то прийти помочь сварить ворота Кто-то какие-то семьи взяли себе отдельные объекты и реализовали свои проекты То есть, конечно, для нас такая активность и такая новая работа Это было новым делом и большим рывком, большим продвижением в нашей работе с родительской общественностью Но вот у нас был праздник, посвященный подведению итогов Мы наградили благодарственными письмами около 90 семей Понимаете, можно миллион раз говорить, но если один раз показываешь, либо вдохновляешь своим примером, оно проще Здесь тоже был большой внутренний двор, не сильно обухожий Количество тополей, которые у меня за спиной, порядка 36 стволов, которые уже изрослись Мне кажется, они ровесники мои, а то еще и больше Мы начали с того, что зимой мы их опилили Когда люди видят, что в школе прикладывают руки и можно еще добавить своих усилий Мне кажется, от этого проще То есть, было бы желание раз, демонстрация того, что мы готовы Но вот результат вы видите сами сейчас Если просто сидеть и говорить, давайте мы все вместе сделаем, изменим нашу жизнь лучше Не получится ничего, надо просто показать, дальше само пойдет И у родителей, которые помнят еще, как это было И у детей, и руки изголодались почему-то производственному И самому сделать самому по участию в коллективном труде Более того, что он регулярно это поддерживает не только какими-то поощрениями устными За это еще и вручались подарки Практика школьных ландшафтных проектов говорит о том, что кроме эстетического Во всех этих действиях есть еще множество других смыслов Во-первых, больших и маленьких это учить творить и созидать Во-вторых, бережно относиться к тому, что создано руками Ну и в-третьих, это уже касается взрослых Учит объединяться в команду единомышленников, не разделяя площадки на свои и чужие Интересно, как меняется поведение детей То есть одно дело, когда все заброшено Дети, соответственно, могут и по газованным пройтись Ну и отнестись как-то к деревьям не очень хорошо А здесь, когда красиво, когда все оборожено Когда это сделано еще их руками и руками их родителей Они начинают по-другому относиться к своему школьному двору У нас есть пятая учебная четверть Она такая, отработка по-старому То есть ребята работают на территории школьного двора Как правило, это все дозировано По согласованию с родителями Они ухаживают за тем, что вот здесь на территории есть И мое прямое убеждение, что если это сделано твоими собственными руками То это разрушению подвержено не будет Более того, они же своим однокашникам передадут Что вот это вот я делал, ну стоит здесь ломать Но опять же мы возвращаемся к личному примеру и к личному участию То есть такая вроде бы глубинная педагогическая цель Реализация самая простая, но эффект вы видите опять же Детей заставлять не надо, на мой взгляд, делать Они должны просто брать пример со своих родителей Если родители приходят в этом активно участвовать Как правило, дети со стороны не остаются И они также берегут свой труд и труд своих родителей Ну и плюс, как мы как старшие люди Когда они обращают внимание, что в этом участвуют не только их родители Но еще и учителя, и директоры, и депутаты, и другие значимые лица Они понимают, что это на самом деле нужно и важно Хочется, чтобы люди творили Но это можно только в школе Что-то создать, чтобы дети уже увидели Что вот результат, да, что на что-то они способны Вместе с родителями, учителями Не просто познавать знания Что-то делать, это будет И в результате, да, фидбэка там Власти должны именно Программы федеральные В те школы, которые показали Которые они способны быть ответственными Способны быть креативными С определенной совестью, да Что они вот делают красивые вещи Сюда и не жалко Значит, они будут поддерживать красоту В том, если есть еще такое понимание Как граффити Там вообще потенциал огромный У нас не школы будут, а целые Вот наглядная агитация Иди учись Представляете, заходим А там библиотека, да На улице Все книги, которые считаются эпохальными Вот они стоят Все лето это простояло Горожане Все лето у нас во дворе Фотографировались, смотрели И все это сохранилось Так, как это должно быть Новым для нас был еще один проект Это шахматная доска Там дети играли все лето в шашки Все это в свободном доступе И тоже у нас были большие сомнения Мы сделали два комплекта шашек Сохранятся они или нет Но второй комплект не понадобился Первый комплект Дети играют, убирают на место Всем все очень нравится По семейному и по-доброму это получилось Самое-то главное не создать, а сохранить Два четвертая школа показывает Такую устойчивую жизнеспособность Что она остается Она расцветает, она добавляется Впереди у Владимира Гинтера Еще много планов Связанных с ландшафтными проектами Местных школ Вслед за 6-й Копейской И 24-й Потанинской Творческие идеи начали воплощать Еще на нескольких площадках В частности в школе номер 13 Поселка Горняк Будущей весной здесь будет так же красиво И все это будет создано силами детей Их родителей и учителей Спонсор рубрики Сеть магазинов Все сам плюс Аксессуары и запчасти для бытовой техники Добрый день Сегодня, как всегда, мы для вас подготовили актуальную тему Техника, без которой не обходится ни одна семья Это холодильник Бывают ломаются полки, дверцы, ручки В этом случае не надо переживать и бежать за новым холодильником Все комплектующие есть у нас в наличии К тому же выходят из строя компрессора, термостаты и другие комплектующие Сколько в реальности они стоят, сегодня мы вам расскажем Холодильником пользуемся мы очень часто Ставим тяжелые банки, кастрюли Поэтому ломаются балконы, полки В таком случае беспокоиться не надо Все комплектующие есть у нас в наличии Например, балкон, в него мы часто ставим тяжелые банки и бутылки Зачастую он имеет свойство трескаться Данная модель подходит ко многим холодильникам И стоит всего 250 рублей Возьмем, например, стеклянную полку В холодильнике у нас их несколько Очень часто мы ставим что-то тяжелое И они ломаются Заменить их нет никакого труда Эта модель стоит всего 680 рублей Особенно часто в холодильнике ломаются пластиковые панели Которые находятся в морозильной камере Так как мы забиваем продуктами морозилку Панели не выдерживают и ломаются В нашем магазине достаточно большой ассортимент данных панелей По стоимости от 300 рублей Помимо пластика в холодильнике может быть более серьезная поломка Такая как компрессор, модуль управления, либо термостат Самая страшная поломка это компрессор Холодильник работать не будет вообще Средняя стоимость ремонта компрессора составляет 7-8 тысяч В нашем магазине вы можете приобрести компрессор в районе 3 тысяч К тому же может выйти из строя термостат Он отвечает за регулировку температурного режима холодильника У нас их большое количество начиная от 450 рублей Вообще в холодильнике может сломаться достаточно много комплектующих В этом случае беспокоиться не надо У нас в наличии есть модуля индикации, таймера, различные кнопки Кажется мы рассказали вам все про холодильники Но осталась еще одна вещь, которая часто вломается Это ручка У нас их большой ассортимент Стоимость варьируется от 300 рублей Добавлю, если вы что-то не найдете у нас в магазине на витринах Вы сможете заказать И данная запчасть придет конкретно для вас Сегодня в нашей программе мы вам рассказали, что делать Если сломалась дверца, ручка и даже компрессор Тем более теперь вы знаете, сколько на самом деле стоят данные комплектующие Поэтому при поломке холодильника не надо задумываться о покупке нового В следующей нашей программе мы обязательно подберем для вас новую актуальную тему А на сегодня все, до новых встреч! Все сам плюс Все для здоровья бытовой техники Ящики, полки для холодильников Ремни и тены для стиральных машин Тарелки и магнитроны для СВЧ-печей Зарядные устройства и шнуры для сотовых телефонов от 100 рублей Гагарина 8, молодогвардейцев 48А Победы и молодогвардейцев И еще 5 магазинов в городе Наберите все сам в интернете Магазины Охара уже готовы утеплять каждого Поэтому пришло время рассказать о новой коллекции Для девушек в этом сезоне актуальны нежные легкие цвета с интересными акцентами Понравятся модницам и эксклюзивные модели с необычными вставками Мужчинам в этом сезоне повезло не меньше Строгие деловые пальто, удобные парки, спортивные модели В Охара комфорт, тепло и качество превыше всего И конечно же детская коллекция Универсальные, легкие, максимально теплые пуховики для детей и подростков Порадуют ваше чадо в суровые морозы Аляски, парки, пуховики, теплые пальто Размерный ряд поражает А практичность и комфорт каждой модели пуховиков и курток Основные преимущества Охара Здесь есть даже беспроцентная рассрочка от сервиса Рева Технологии Идем в Охара по адресам Проспект Победы 163 напротив Теплотеха Проспект Ленина 71 у Алого поля ТРК Космос второй этаж, а также магазин Snow Image в ТРК Алмаз Урал не Сахара, одевайтесь в Охара Современный мир полон стрессов и нервоз стал знаком каждому второму человеку В настоящее время депрессивное расстройство стало все чаще встречаться у детей Как держать себя в руках в ситуации стресса и конфликта Как избавиться от чрезмерной раздражительности И каким негативным последствиям все это приведет Сегодня обсуждаем с астрологом и психологом Ириной Ордой Я как психолог со своей стороны что хочу сказать То есть психология это наука как выстраивать гармоничные отношения И мы когда мы создаем отношения дома, создаем отношения в обществе Что происходит в обществе? Происходит такое, знаете, уже тотальное какое-то неприятие и нетерпение в обществе В магазине, когда один человек долго рассчитывается Или у него много товара В самолете, когда, к примеру, летят с маленькими детьми Когда дети не могут умолкнуть и они плачут Люди тоже раздражаются Ну понятно, что родителям тоже неприятно И получается такое двойное напряжение происходит Родители раздражаются, дети раздражаются, пассажиры раздражаются В поликлинике, да везде И что в этой ситуации необходимо делать? Такая ситуация двойная С одной стороны мы должны помнить, что мы часть целого И нам нужно важно понимать, что рядом человек думает И самое главное чувствует, как он рядом со мной себя чувствует С одной стороны С другой стороны нам необходимо уметь Или где-то промолчать, потерпеть Или где-то очень тактично сказать, чтобы человека не обидеть Первое, нужно здесь понимать именно понимание возраста Или понимание физиологических особенностей человека Если мы попали в такую ситуацию, то лучше этот конфликт не разогревать А лучше стоять спокойно, наблюдать И может быть даже внутри молиться за этого человека Чтобы дали терпение Или просто улыбаться Или быть как минимум доброжелательными Или, к примеру, не то чтобы в шутку обратить Или, к примеру, поддержать человека Чтобы эта ситуация как-то побыстрее разрешилась Самое главное не подогревать А нужно вот как-то вот найти общую такую гармонию Общее понимание друг к другу Далее, момент того же уважения То есть каждый родитель обязан просто научить ребенка Уважительно относиться друг к другу В принципе, дети для этого в школу уходят Дети-то входят в школу для чего? Не для того, чтобы получать оценки А для того, чтобы научиться взаимодействовать друг к другу Поэтому, в принципе, родители – это пример для детей Как мама и папа реагируют в социуме Так дети потом будут реагировать также в социуме Поэтому то, что отдаем, то и получаем И откуда же берется у нас нетерпение? Ну, если говорить простым языком Это нетерпение, неуважение То языком психологии или психотерапии Это называется невроз Это сейчас такое, знаете, как экология века Фоновое загрязнение У человека дома играет музыка Играет радио, играет телевизор Это в машину сели, включили музыку, включили радио Опять шумовое загрязнение, эфир Эфир, да, эфир мы всегда слышим через звук, через уши И постоянно этот звук, он накапливается в голове И накапливается в верхней части тела И человек начинает потрясывать И поэтому он нетерпимо относится к другим звукам Или когда он куда-то торопится, к примеру Так вот психоз такой выражается Поэтому что нам необходимо? Нам, конечно, необходимо учиться Уважительно друг к другу относиться И далее, пожалуйста, заметьте Как долго вы в течение дня Находитесь в этом фоновом эфирном загрязнении Старайтесь почаще находиться в тишине Выходить в лес, чтобы лес сам лечит То есть там тишина природная То есть как бы вы встраиваете в эту матрицу тишины И да, и вы как бы внутри успокаиваетесь То есть у вас уже внутренне там появляется Сила терпения, чтобы потерпеть Необходимо за своим эмоциональным состоянием следить Вот просто почувствуйте, себе задайте вопрос Понаблюдайте, насколько вы раздражительны Насколько вас вообще раздражают и бесят люди Люди, которые вокруг И если вас кто-то раздражает То это лишь мир вам отзеркаливает Потому что мир — это зеркало Задумайтесь об этом Если вас, понятное дело, если раздражают люди вас в социуме То понятно, что происходит дома Потому что мы обычно, куда приносим этот гнев-то домой То есть мы раздражаемся на кого? На мужа, на жену, на родителей А самое-то главное, мы раздражаемся на своих детей А потом дети начинают болеть Поэтому что такое болезни детей? Болезни детей — это как бы отношения отзеркаливают родителей Тут еще такой момент есть Что на нас влияет? Нас влияют еще космические силы, это планеты Потому что каждый день, каждый днем управляет определенная планета И планеты определенным образом, когда стоят в космосе Они на нас тоже так же влияют Вы, наверное, замечали, к примеру, например, во вторник Это такой день Марса Много аварий и очень сильно люди раздражены Понедельник — это день Луны Обычно люди эмоциональны Люди, знаете, так еще и не отдохнувшие Поэтому часто говорят, что понедельник — день тяжелый Почему тяжелый? Потому что человеку трудно сконцентрироваться Понимаете? Он как-то еще не вышел из состояния выходных Вторник — это день Марса Поэтому это часто бывают такие конфликтные ситуации Поэтому лучше понимать эти И там даже ту же планету Марс, например Можно в конструктивном образе использовать эти моменты То есть что влияет, если подытожить? Влияет мое внутреннее состояние Которое зависит от моей физиологии, моей психологии И от влияния космических сил Далее влияет мое окружение Это отношение с мужем, женой, дети и так далее То есть мы же откуда себя несем? Мы же из семьи себя несем Если я с утра уже накрученная Я выхожу в лифт И меня уже соседка бесит Ну понимает, понимаете? Потом это же расширяется все Потом мы идем в магазин, там конфликтуем Летим на самолете, там нас все бесит, раздражает Ну сами понимаете, да Поэтому к чему главная мысль? Все начинается с внутреннего состояния Поэтому нужно отслеживать Нужна ясность, понимание Ну здесь без знания психологии опять Ну никак не обойтись Студия психологических решений Ирины Орда Запись на курс «Астрология для начинающих» Начало занятий 2 ноября Запись по телефону 22 33 410 Или на сайте iorda.ru С тех пор, как человечество открыло для себя такой материал, как стекло Его стали использовать для создания украшений В наши дни техника изготовления стеклянной бижутерии Под воздействием тепла называется лэмпворк Художник-педагог Анна Иванова Увлеклась этим делом несколько лет назад У меня, конечно, на эту технику ушло где-то полгода Чтобы выдать какие-то ровные, более-менее одинаковые шары Но это стоило того Я учусь до сих пор Потому что стекло – это очень-очень многогранный, разноплановый материал Первично вообще любое изучение творческих новинок для меня Сделано для того, чтобы я могла потом поделиться своим опытом Анна открыла в Челябинске две мастерские лэмпворк Где работает сама и проводит мастер-классы В них, помимо специального оборудования и инструментов Удивляет разнообразием стекло в тонких трубочках Отличающихся по цвету и фактуре Оборудование мастерской, оно достаточно сложное То есть это горелки специальные, которые выдают из себя огонь С температурой около 1000-1200 градусов Это вытяжки, это газ, кислородные концентраторы Ну и вообще очень сильная концентрация в процессе работы Для того, чтобы ничего не капнуло, чтобы контролировать стекло Ну и плюс к этому, ко всему стекло расплавленное, а работа ювелирная Все делается непосредственно в огне То есть вот это цветное стекло, оно и составляет рисунок И внутри, и снаружи, и в общем-то вот это все монолит Это едино выплавленный такой монолит из стекла из разноцветного Наше стекло более художественное, то есть оно украшено солями металлов Иногда даже драгоценных Такую большую палитру можно купить только на иностранных заводиках Это даже не заводы, а мануфактуры Там вручную тянут вот эти вот трубочки из стекла, палочки Такие заводики находятся в Венеции, например, в Италии В Китае, в США, в Германии, в Чехии Материалы для лэмпворка существуют самых различных цветов и фактур А благодаря мастерству и фантазии художника на свет появляются уникальные украшения Я сейчас вытяну струну вот из этого розового-фиолетового стекла Для того, чтобы мы потом могли делать мелкие детали, рисовать в огне Работа у нас происходит на спицах Она покрыта специальным раствором на кончике Этот раствор называется сепаратор Он служит для того, чтобы снять потом бусину со спицы Я сейчас касаюсь стеклом спицы и начинаю наматывать все это, создавая объем для бусины Дальше я буду создавать рисунок В огне наплавляем капельку, над огнем ставим, потом снова в огонь Здесь как раз очень нужна твердая рука и мозг правильно настроенный на чередование движений Когда я вытащу ее из огня, сначала она такая красная-красная, а потом белые пятна проявятся Придаю цвет лепесткам, новый слой выгибает предыдущий слой стекла То есть вся трехмерность, она тоже создается здесь Я вот сейчас возьму, вот здесь у меня одиночные такие точки Я их тыкну внутрь, чтобы получились такие бутоны А теперь я буду заливать все это прозрачным стеклом, чтобы придать еще больше трехмерности Я начну рисовать на ней лягухи Я буду рисовать ей пальчики на лягухе Дальше самое сложное, это глаза Они маленькие, но должны быть очень выразительными Сейчас я хочу еще украсить ее спинку капельками росы Ну вот, лягушка готова Теперь мы ее немножко остудим и отправим в одеялко, чтобы она у нас медленно остыла и не треснула И сюда Она уже остыла, можно ее достать Даже пальцами можно трогать Замочим водички, чтобы можно было отделить лягушку от спицы металлической Теперь попробуем ее снять Снимаются они непросто Приходится так вот прилагать силы Зажимать плоскогубцами Вот, пошла-пошла Отлично Теперь это готовая бусина Стекло абсолютно не мутнеет со временем В отличие от других материалов Не мутнеет, не выцветает Все, что первоначально вы видите, оно будет навсегда Конечно, лучше не ронять Это основная рекомендация Хотя это касается больше выдувных украшений Выдувное украшение имеет более тонкую стенку Но есть такие украшения полнотелые В которых стекло составляет весь объем Внутренней полости Такие украшения даже при ударе о землю На кафельный пол они не разобьются Сегодня модно не только носить, но и создавать украшения своими руками Ведь в отличие от производственной Такая вещь наполнена особым теплом Чудесная порода собак С лисьей мордочкой и хитрым прищуренным взглядом Сиба-ину или Шиба-ину Покорили сердца многих любителей животных До сих пор порода относится к разряду охотничьих Хотя уже больше века не используется по назначению Чисто японская порода Это одна из самых маленьких пород в Японии Это охотничья порода Выводилась она на охоту пернатую дичь Именно они как называются как пустарниковая собачка У них такой темперамент вообще Они очень интересные собаки То есть они не навязчивые, не назойливые То есть они как бы сами по себе Это собака компаньон То есть они не будут надоедать постоянно хозяину То есть они вот как кошки Я бы сравнила с кошками Они такие игривые, умные, очень чистоплотные собаки И не пахнут Это очень большой плюс для дома, для квартиры Они гипоаллергенные Сиба-ину требует к себе внимательного отношения Им нужен хозяин-компаньон с твердым характером Они очень игривые, очень чистоплотные Они очень умные собаки Они очень любят хозяина, но они очень часто показывают, что могут прожить и без него Также эти породы, они не будут делать что-то по принуждению То есть принуждение, наказание Собаки очень быстро сбывают наказание Если они считают, что они были правы, они повторят это еще раз То есть здесь очень надо уделять много внимания именно воспитанию То есть это очень кропотливый труд Я считаю, что собаку, если сам хозяин справится, ему обязательно нужно вводить к генологу Потому что потом очень могут быть плачевные последствия Я знаю очень много ситуаций, когда собак портили Они становились агрессивными некоторых питомников И возвращали собак Причем они, когда их возвращали, собака начинала вести себя адекватно То есть сразу понятно, что это вина была не собаки, а вина именно хозяева Вот, поэтому я считаю, что да, надо, обязательно надо Если сам человек не имел никакого опыта с собаками, общения с собаками То да, я считаю, что хотя бы консультация нужна Если вы сомневаетесь, подойдет ли вам эта порода собак Ведь у вас есть дома другие домашние питомцы или маленькие дети То мы готовы развеять ваши сомнения Эти собаки, они хорошо выживаются с другими животными, кроме грызунов и птиц Потому что они это воспринимают как дичь То есть эти собаки у нас даже ловят мишей Да Вот А с кошками также они нормально выживаются Ну, опять же, это если они растут вместе Так же с другими собаками Ну, кобели, вот я говорю, у них есть вот такое, что они любят доминировать И у них как бы частенько бывают конфликты К детям очень замечательно Они очень терпеливые У нас очень много детей И они постоянно их теребят за хвост, за уши, за морду Ни разу еще никого даже не рыкнули Покупку щенка Сиба-Ину нужно начинать с подбора заводчика с хорошей репутацией Лучший вариант – обращение в специализированные питомники Я часто встречаюсь с таким вопросом, когда мне звонят И говорят, знаете, я хочу собаку для души без документов Я считаю, что если вы хотите собаку для души без документов, возьмите Очень много собак, которые нуждаются в любящих хозяев Если вы все-таки решили взять собаку, породистую собаку Хорошую это нужно брать именно у заводчика И брать, проверять именно документы, чтобы собаки с документами Бывает такое, что не оба родителя живут в питомнике или там у заводчика Но все равно по документам это все проверяется Все щенки их клеймят, их проверяют и чипируют То есть это легко проверить в принципе Люди сами себя обманывают, когда хотят брать собаку подешевле Надо же реально оценивать возможности И люди тратят очень большие деньги на такие породы Продолжение следует... Продолжение следует...